Всем привет! Продолжаем смотреть работы великих, известных художников Бартоломе и Стебан Мурилия, ведущий испанский живописец Золотого века, глава Сивильской школы. Родился в семье, которая проживала в арендованном монастырском доме в декабре 1617 года. Вскоре умер отец, а спустя год мать, после чего он попал на воспитание в семью сестры-матери. Учился у Хуана де Кастильо и вначале работал в его сухой, жесткой манере. Желание совершенствовать привело его в Мадрид, где Веласкес предоставил ему возможность изучать и копировать в королевских дворцах произведения Тициана, Рубенса, Ван Дейка, Рибери и сам своей свободной техникой оказал сильное влияние на его развитие. Годы 1642-1645 остаются наиболее таинственными в жизни Мурилии. В 1645 он вернулся в Севирию, совсем другим художником, и вскоре получил крупный заказ от францисканского монастыря. Уполнение этого заказа стало своего рода отчетом о годах ученичества. Я пользуюсь Википедией, тексты из Википедии. В 1645 году вступил в брак с Доней Беатрис Сатамайор и Кабреро, которое родило ему пятерых детей. Несомненно, отраженная в творчестве и внутренней эмоциональной жизни художника, подчинялась ритмам семейного бытия. После 30 лет совместной жизни умирает жена. 1 января 1664 года. Кемурилия в это время работала очень медленно. Большой заказ для церкви Санта-Марии Лабланка, ставшей вспомогательным приходом Севирского собора, он получает в это время. Некоторое время художник жил в монастыре Капуцинов, где ему было предположено украсить алтарную сцену. В мае 1665 Мурилия был принят в Братство Милосердия. Известность ему пришла в 1645 году с выполнением заказа из 11 картин для местного монастыря Ордена Францисканца. В 1674 году он окончил 8 больших картин, заказанные ему для церкви, госпиталя, белокоридат, изображающих подвиги христианского милосердия. Произведения бесподобные только же по рисунку, перспективе и колориту, сколько и по композиции и выразительности фигур и лифт. Надо сказать, что с 1675 по 76 год, практически за год, Мурилия написал более 20 картин для Капуцинского монастыря Севири. А всех произведений Мурилия насчитывается более 450. Мурилия занимался также пейзажной и ландшафтной живостью. При учреждении в Севиле в 1660 году Академии художеств, в котором впервые официально было введено изучение многого человеческого тела, он был сделан ее директором. Вследствие чего, а еще более благодаря своему высокому таланту и славе, оказал сильное влияние на многие живописцы в местной школе. Из его непосредственных учеников, наиболее выдающийся Оссорио, Гомес, подражателей Табар, Вальдес, Леаль. В 1682 году приехал в Кадис, дабы исполнить для Капуцинского монастыря большую алтарную картину оборучения святой Екатерины. Но когда он работал над этой картиной, неосторожно свалился с подмозков и так расшився, что должен был немедленно отправиться назад в Севилию. Где и умер вследствие этого падения. 3 апреля того же года, кадисская картина, молодописная учеником Оссорио. Умер он 3 апреля 1682 года. Ну вот и все, что мне удалось найти его Бартоломе Эстебан Муриля, ведущим испанскому живописцу Золотого века, главе Севильской школы. Смотрим его работу. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok